Приветствую, друзья, на библейском портале экзегет. Ответы на ваши вопросы. Как подготовиться к первой исповеди? Очень важный вопрос. Есть прекрасные книги, которые, конечно же, можно потрудиться почитать, и я не возьмусь краткое наше размышление над этим вопросом сравнить с пользой и значимостью таких книг. Из широко известных эта книга, составленная Архимандритом Иоанном Христианкиным, «Опыт построения исповеди». Она написана замечательным сердцеведцем, пастырем пастырей и тысяч православных христиан, одаренным особой харизмой старчества над Сом Иоанном, и всякому на сердце положат расположение, доброе и нужное к своей собственной первой исповеди. И великолепная книга про Тирея Артемия Владимирова «Моя первая исповедь». Она написана для детей, но в наше время и взрослые, как дети, в отношении к этой самой исповеди, поэтому знакомство с ней, я думаю, вполне уместно и для всех взрослых, которые готовятся поисповедоваться, готовятся облегчить душу свою от годами нараставших на нее грехов и как раз систематическим изложением этих замечательных отцов, познакомившись, удобно составить свою собственную исповедь. Есть, кроме того, целая книга, сборник об исповеди, составителем которой является замечательный и чтимый духовник, наш современник, протерей Валериан Кречетов. Ну а кратко сказать, для первой исповеди самое большое сокровище – это все-таки внимание доброго священника. Поэтому хорошо бы предварительно со священником, подойдя к нему вне всякой очереди в храме, где-то его встретив, попросить назначить время для этой первой исповеди. И уже в живом вашем покаянном разговоре батюшка поможет сформулировать все основные грехи, которые батюшке известны заранее. И не то, чтобы он семи пядей в бороде или во лбу, а потому, что батюшки знают, чем недугают наши современники. И этот набор грехов современника для него очевиден с небольшими разнообразиями, которые допускают в связи с особыми обстоятельствами наши современники в тех или других обстоятельствах. Так что с доверием пастырю, который гораздо дороже всякого психолога, ибо имеет от Христа Бога помазанье, разрешать, то есть освобождать душу от власти над ней тех грехов, которые мы исповедуем, которые произносим или в письменном виде сообщаем в присутствии священника. И дальше его разрешительная молитва свидетельствует нам о том, что ни в этой жизни, ни в будущей поисповеданные грехи не будут нам поставлены в вину. Таким образом, главное у идущего на исповедь, чтобы было сокрушение о грехах. Вот это самоукорение, без которого простое рациональное перечисление своих неисправностей, своих нарушений заповедей божьих не будет иметь таких благих плодов, как в том случае, если все-таки подлинное сердечное сокрушение будет нас сопровождать в этой исповеди. Кроме того, исповедью не является исчисление общих страстей, присущих человеческому роду. Гордость, раздражительность, осуждение. Так, это грехи, но кто в них не повинен в какой-то степени? Святитель Феофан в своей замечательной книге «Что потребно покаявшемуся и вступившему на добрый путь спасения» говорит, что исповедь – это не название общих страстей каждому из нас присущих, а обнаружение самих фактов проявления этих страстей. Скажете, что их слишком много? Ну, так и надо сказать, что не просто был не сдержан, а многократно грубил родителям своим, огорчал их своими капризами, злословием, упрямством. И впоследствии уже, когда вы поисповедуете оптом на первой исповеди максимальное количество всех своих прошлых согрешений, потом будет вам, с одной стороны, гораздо легче уже при регулярной исповеди отслеживать свои факты проявления страстей, а с другой стороны будут вспоминаться факты из прошлого, которые вы тоже будете присукуплять к исповеди о последних грехах, о тех греховных действиях, расположениях, которые вы пережили непосредственно от последней исповеди. Так что не страдайте от невозможности высказать все. Если это не сознательно скрываемый вами грех, а нечто невысказанное по причине невозможности все упомнить или все упомянуть, то и не будет это каким-то особым страданием совести сопровождаться для вас. А только когда вспоминается, только когда придет время, всплывет, как, знаете ли, по пашне, которые пашут и пашут, а все камни, не пойми откуда, всплывают как бы из недр земли. Так вот и грехи из прежде совершенных будут вспоминаться и тогда, когда уже покаянная жизнь с регулярной исповедью станет для вас обыденной реальностью. Все равно придется иногда возвращаться после определенных воспоминаний к исповеданию и тех грехов, которые были совершены совсем давно. Если есть возможности и желания, можно, взяв листок бумаги, заблаговременно составить хартию своих грехов прям по пунктам, необязательно их именуя, а так один за другим указать все те события вашей внешней и внутренней жизни, в которых вы раскаиваетесь и священник всякий внимательный примет у вас эту разборчиво, конечно же, написанное послание, покаянное обращение и, прочитав все, разорвет, символизируя таким образом прощение грехов после разрешительной молитвы над вашей головой прочитаны. Помоги Господи хорошо сопровождать свое движение на исповедь и молитвы ко Господу с тем, чтобы были прощены вам грехи, в которых вы каетесь, с тем, чтобы поставленный от Бога пастырь явил всю полноту милости Божьей и оставил душу вашу после исповеди во всей чистоте и радости духовной, как у всякого блудного сына, обнятого и принятого с любовью своим Небесным Отцом. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok